доброе время суток с вами программа азия большая игра и я ее ведущий давид эдельман сегодня я ее веду один потому что у моего соведущего александра ронкина он же злой киргиз как раз сегодня в день записи день рождения ему исполняется 65 лет и я от имени канала от имени моей передачи от имени ее гостей поздравляю злого киргиза с днем рождения желаем ему быть таким же конструктивно злым но и добрым настолько насколько мы его знаем здрасте россима у меня в эфире депутат азербайджанского парламента меджилиса россии мусабеков здравствуйте россия здравствуйте я недавно прочитал вашем фейсбуке вот сообщение вместо генерала-лейтенанта рустама мурадова командовать российскими миротворцами на территории проживания армян карабахи назначен генерал-майор михаил кособоков и вы пишете что хотя азербайджанская сторона официальная пока никак не отреагировал но это очень многих напрягает почему ну вообще-то он напрягает именно как персона он успел наследить в грузии когда российские войска ну скажем так захватывали цхенвальский регион доходили почти до тбилиси он успел покомандовать российской военной базой на походе сепаратистской который тоже оккупирована российской федерации и в общем человек с таким послужным опытом там еще много чего и в украине в крыму наши украинские друзья о нем упоминают не очень лестно и поняли украинские друзья вообще редко кого колесно упоминает поэтому ну я думаю что там у них есть определенные основания и понятно что такой человек ну российские мира во главе российских миротворцев карабахи официальной реакции нет нового азербайджанской общественности вызвало крайне негативными назначение рустама мурадова было таким жестом сторону азербайджана что типа вы не беспокойтесь командовать этими частями будет азербайджанец примерно плане азербайджанец но так это воспринималось то есть будет вас моего рустам мурадов это не ну не российская фамилия не армянская фамилия то он резги руки будем говорить так кавказец мусульманин хорошо начали это вообще воспринималось как они болеет я даже помню несколько публикации на эту тему по именно поэтому его я говорю что вот это был жест именно такой а что обозначает сегодняшний жест российских властей ну я не думаю что это прямо вот такое окажет большое влияние на взаимоотношения азербайджана с россией азербайджанского военного командования российского военного команды то что многие вопросы в конечном итоге решаются через голову командующего миротворческими силы понятно что они на месте могут какие-то создавать неудобства но не будут будут создавать неудобства будут ответные неудобства испытывать сами с учетом того что еще раз повторяю 80 процентов логистике российских миротворцев осуществляется через территории азербайджана и ну скажем хороших отношениях азербайджанских властей с российским миротворческим командованием нуждается и обратная сторона не в меньшей степени поэтому но сам факт что вот москва как бы принуждается баку вести дело с подобного рода персоной он не очень хороший условно как миротворцем принципе и имиджа миротворца не имея не готовить скал в кавычках потому что ну как многие говорят россия начала миротворческую миссию на суверенной территории грузии и осталась абхазии но как она считает нам навсегда россия начинает этот миротворческую миссию там южной осетии остается там практически навсегда россия начинает миротворческую миссию на территории суверенной Молдавии и остается навсегда в Приднестровье. Вопрос, который вытекает по Карабаху, ну, как я смотрел сразу же после завершения 44-дневной войны, были публикации в армян соцсетях, которые писали следующее, ну, ребят, ну о чем вы? Если Россия куда-то приходит, она приходит навечно, для того, чтобы там остаться. Вот нет ли таких опасений сегодня в Азербайджане? Ну, есть, в общественности есть определенные опасения, но я бы все же не делал бы выводы только по аналогии. Во-первых, Россия была Германией и вышла оттуда. Во всех бывших социалистических странах и вышла оттуда. Вышла из Балтики, вышла из Азербайджана, вышла из Грузии. Поэтому говорить о том, что она пришла и тут уже отсюда она никуда не выйдет, я думаю, это ну, преувеличение все же. Что добилась Россия, обойдя в Абхазию и в Осетию? Что она смогла подчинить себе, в результате этого, политику Грузии? Наоборот, она создала такой барьер, что даже после того, как Саакашвили ушел, и в общем, прошел российский олигарх, стал негласным, как бы, хозяином Грузии. Даже он не в силах перешагнуть через те барьеры, которые создала Россия в своей оккупации Абхазии и Осетии. И получила Россия два чемодана без ручки, с которыми не знает, что делать. Туда вбухиваются деньги, а дивидендов-то, в общем, никаких. Ну, и от того, что российские миротворцы находятся в Карабахе, что Москва получила какой-то решающий голос или рычаг для того, чтобы подчинить себе внешнюю и политику безопасности Азербайджана. Ни в коей мере. Что миротворцы в Карабахе могут заставить азербайджанское правительство действовать в угоду Москвы? Ничего подобного. Азербайджан укрепляет свои советнические отношения с Турцией без оглядки на Москву, с Пакистаном без оглядки на Москву. Да, мы стараемся не создавать, скажем, проблемы там, где их нет. Азербайджан не не вступает в перепалку с Москвой, мы не делаем какие-то жесты, которые могут быть восприняты в Москве как вызов. Но Азербайджан ввел, идет и будет вести самостоятельную политику. Я хочу сказать, что если кто-то думал, что в результате того, что Россия, вопреки воле Азербайджан, останется в Карабахе, и это принесет России какие-то дивиденды, я думаю, что это не принесет никаких дивидендов, а вот, скажем, убытков может быть достаточно много. Поэтому я бы все же достаточно, ну, не хочу говорить хладнокровно, трезво оценивал бы эту ситуацию. В России надо очень постараться, и чтобы ее действия в качестве миротворца в Карабахе были бы приемлемы не только для карабахских армян, но и в Баку, для того, чтобы мы, в общем, посчитали возможным и целесообразным продление еще на какой-то срок. Я не думаю, что, как об этом заявляют иногда в Армении, каком-то бессрочном пребывании российских миротворцев, это исключается. Что на какой-то срок продлить их пребывание. Очень придется России постараться. Но если это поведение будет квалифицироваться как, ну, нацеленное на ущемление азербайджанского суверенитета, и продления никакого не будет, а если попытки будут предприниматься, закрепиться там, помимо воли Азербайджана, ну, я посмотрю цену, которую за это придется заплатить. Понятно, что никакой логистики через азербайджанскую территорию не будет, а будет постоянное давление на это. Ну, и что? Ну, потратят еще 20-25 миллиардов рублей, которых отрежут от депрессивных регионов России. Во имя чего? Я думаю, что рано или поздно этот вопрос зададут российские граждане. Во имя чего? Зачем это делается? Что от этого выигрывает Россия? От того, что, находясь, допустим, в Карабахе, вопреки воле Азербайджана, Азербайджан усиливает антироссийскую направленность в своей политике. Что выиграет от этого Москва? Ничего не выиграет. И Азербайджан не выигрывает. Но это не наш выбор. По итогам 44-дневной войны многие говорили, я сейчас только цитирую, я не утверждаю Россию... Да, пожалуйста. Немногие цитировались примерно так, как один публицист написал, главный победитель этой войны Владимир Путин, с этого момента он главный смотрящий по региону, главный друг Азербайджана и единственный защитник Армении. Я понимаю, что в Азербайджане с этим утверждением не согласны, я считаю, что главный победитель это все-таки Азербайджан. Но вопрос, чтобы Путин тоже был победителем в этом конфликте. Вот тут очень правильная формировка была. Главный друг Азербайджану и единственный защитник Армении. Но он должен быть другом Азербайджана, правильно? Конечно. Конечно. Он, в общем, выступил в качестве арбитра, посредника, но это, скажем, промежуточный статус. Дальше это должно быть, трансформироваться, если хочет сохранить Путин и Россия влияние, примиритель. Вот если Путин справится с этой ролью, достижение прочного мира, установление дипломатических отношений между Азербайджаном и Арменией, налаживание транспортных коммуникаций, экономических отношений. Как заявлено было, ведь Путин говорил о том, что сегодня обсуждать статус, карабахских армян, преждевременно, потому что, ну, при тех отношениях, которые есть, пока еще осталось, ну, горечь поражения у армян и, скажем, ну, чрезмерно такое победоносное настроение в Азербайджане. достичь каких-то взаимоприемлемых компромиссов, обсуждений очень болезненных вопросов, трудно, а может и невозможно, что должны рано зажить. И что к этим вопросам нужно подходить позже. И да, если эти усилия будут предприняты, если стороны заключают мирные, в том числе и при участии России, мирные соглашения, установят межгосударственные отношения, Армения сможет наладить отношения, в том числе и с Турцией, откроется регион. Я думаю, что в этом контексте, конечно же, и Путин, если он еще останется во главе России, и Россия сама, она будет иметь, сохранить свое влияние в регионе. Ну, а если будет провокационная игра, ну, будет то же самое, что и в Грузии, то же самое, что и в Украине. Оно Москве надо? Вот я... Не, ну, в этом отношении российские комментаторы, которые уже сейчас, глядя на нашу передачу, уже начинают писать комменты, они вам напишут, слышь, будет как Грузия, у Грузии, Грузия потеряла свои территории, которые она считала своими суверенными территориями. Будет как в Украине, Украина потеряла свои суверенные территории. Одни уже считаются под суверенитетом России, другие де-факто не контролируются Украиной. Ну, что вы хотите, чтобы было, будет как Грузия, или как в Украине? Ну, в общем-то, если посмотреть, что и украинские вот эти, как бы, отпавшие провинции, они граничат с Россией, грузинские, в Карабахе-то российские миротворцы сидят, сидят в мешке. Ну, Крым тоже с Россией не граничит. Что? Крым. Ну, там стояли российские войска, 30 тысяч, и там стоял российский флот. И практически 90% вооруженных сил, которые, ну, были украинские, перешли и во флоте, и сухопутные на сторону России. И у них есть коммуникация через море. Какая коммуникация? У них Армения сидит в глухом транспортном, скажем так, тупике. Ну, что они будут делать? Пробивать коридор через Брузию? Или через Азербайджан? Ну, прямо так это легко сделать. Я думаю, что Азербайджан, в принципе, укрепляя свое союзничество с Турцией, причем мы это делаем, как бы не маскируя, что любые попытки силового разговора России с Азербайджаном, они, скажем, встретят здесь сопротивление не только со стороны Азербайджана. Причем Турция об этом неоднократно публично заявляла, что любое военное давление на Азербайджан, ну, имеется в виду, помимо армян и азербайджанцев, Турция будет плечом к плечу стоять с Азербайджаном. И демонстрация этому, то что у нас подряд идут учения совместные с Турцией, и на территории Турции, и на нашей автономии в Нахичеване, и в Баку, и даже на море, а совсем недавно спецназ Азербайджана и Турции проводили совместные учения в Лачине. Это как раз вот та полоса, которая отделяет Карабах от армии. И я думаю, что, в принципе, в Москве должны адекватно оценивать ситуацию, и вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы, ну, ухудшать, осложнять отношения и с Азербайджаном, и как неизбежный результат, и с Турцией. Вопрос. Я последние несколько недель вижу заявления со стороны армянской стороны, там, Григорияна, других, о том, что Армения полностью готова к определению демаркации границ, и так далее. И сейчас это, типа, слово за Азербайджаном. Почему этот процесс еще не идет? Если он пойдет, то как вы считаете, сколько времени он должен занять? Потому что, опять-таки, представители армянской стороны в нашем эфире говорили, что если он начнется, то это десятилетие. Давид, ну, к сожалению, слова произносятся правильные, причем не только представителями экспертного сообщества Армении. Ну, и даже Пашинян делает подобного рода заявления, его секретарь Совета Безопасности делает такие заявления. Ну, давайте от слов перейдем к делу. Предложила Россия Азербайджан, сказал, что готов. Ведь нужно создать совместную комиссию, которая бы включала в себя представителей пограничных служб, картографов, других экспертов. И надо начинать работу на карты, причем Россия предложила, и предоставить необходимую картографическую базу, потому что, ну, самые подробные... Карты генштаба. Генштаба, конечно. То есть они не отличаются от тех карт, которые есть в публичном пространстве. Масштаб отличается. Те же самые границы, но указанные уже в более реальном каком-то масштабе, они подробные, и там остается меньше, как бы, простора для двусмысленного толкования сторон. И они готовы представить и картографическую базу, они готовы представить и свои посреднические услуги, экспертные какие-то услуги. Надо начать разговаривать. Я не думаю, что ведь есть... Не по всей линии границ есть проблемы. По каким-то удастся легко договориться. По каким-то надо будет, скажем так, долго дискутировать. По каким-то надо выходить на размены. Это все возможно. То есть размен, допустим, условно, Степана Керта на какую-нибудь территорию, которая необходима для создания коридора внутри Армении. Правильно? Нет. Нет. Речь идет о том, что, например, оккупированы три эксклава азербайджанской общей площади примерно 100 квадратных километров армянскими вооруженными силами. И один эксклав армянский, башкальц, ну, это площадь у него около 40 квадратных километров, на территории Азербайджана, Кедабицкого района. Ну, имеется в виду, что армяне вначале говорят, давайте эксклавы, все эксклавы друг на друга менять. Но это не совсем равноценный обмен, даже по площади, не говоря о стратегическом их значении. Азербайджанские эксклавы в значительной степени контролируют важные магистральные трассы Армении, которые соединяют столицу Армении с южными регионами и Армению с Грузией. Не говоря уже, я еще раз повторю, у них разная площадь. Ну, есть, например, у армян очень большое желание иметь под своим контролем дорогу между Горисом и Кафаном, которые, ну, на протяжении достаточно длительного расстояния проходят по азербайджанской территории. То есть, я еще раз повторяю, есть вещи, которые можно обсуждать, находить какие-то взаимоприемлемые развязки, но на основах взаимных компромиссов, учетов интересов, ценностей и прочих вещей. И, в принципе, Азербайджан к таким переговорам готов. А разговоры такие общие, что мы готовы к разговорам, но к разговорам делегацию не формируют, к переговорам не приступают. Ну, понятно, что будет в таких условиях напряженность расти. И я думаю, что с одной стороны в Армении произносят какие-то как будто бы хорошие речи, а с другой стороны все усилия направлены на то, чтобы вывести на армяно-азербайджанскую границу российских пограничников, чтобы вторую какую-то военную базу в Зангизуре российскую установить. И, видимо, они надеются, что после того, как эти действия будут осуществлены, у них появится более, скажем так, весомая позиция на переговорах по демаркации границы. Ошибаются. И последний вопрос. Я вот сегодня увидел сообщение из армянской прессы о том, что армянские дипломаты недовольны Пашиняном, его непрофессионализмом. Я вот сейчас читал, ну, то есть, возможно, то, что Пашинян не производит впечатление кадрового дипломата, для этого армянского армянского МИДа не надо. Но дальше идет этот и недовольный его беззубой политикой. Вот когда вот такое звучит изнутри МИДа, то есть, это вот такие заявления обычно, ну, они бывают и в Пентагоне, и в Израиле, но они у нас обычно звучат из Министерства обороны, что там Министерство обороны, или Генштаб, или там армейские соединения недовольны беззубой политикой правительства. Но вот от дипломатов как-то это достаточно странно услышать. То есть, дипломаты считают, что Пашинян слишком дипломат, или как? Ну, я думаю, что там скорее шкурные интересы, и они их приводят к тому, что ну, подобного рода заявление делается. Вы знаете, еще до выборов значительная часть МИДа в общем высказывалась против Пашиняна, против его политики, устраивали как будто бы собственный МИД устраивал Пашиняну бойкот. Потом, ну, во время парламентских выборов большая часть дипломатов за рубежом проголосовали за противников Пашиняна и его партии. Ну, понятно, что они обеспокоены, что Пашинян будет делать чистку. И очень многие эти дипломаты расстанутся с теплыми местечками. Ну, и поэтому заблаговременно пытаются свои шкурные, скажем так, интересы замаскировать надением за Армению и критикой за беззубую политику Пашиняна. А когда Пашинян выплясывал в шуше и заявлял, что Карабах это Армении точка, ему такая решительность тоже, как потом оказалось, не по нраву. Но в тот момент они ему аплодировали. Сейчас Пашинян считается с реальностями. И эти реальности диктуют, что Армения не в состоянии сегодня проводить политику агрессии, претендовать на чужие территории, сделать заявление в уверенности собственного военного превосходства или как минимум способности оказывать военное сопротивление. Армения сегодня всего этого лишена. Армения сегодня в значительной степени существует благодаря военному зонтику России и финансовой помощи Евросоюза и Диас. Ну что, будем надеяться, что в Армении тоже найдутся силы, которые захотят ну будем говорить так, нормализации. Потому что мир, я не знаю, возможно ли он вообще на сегодняшний день то, что называется, полноценный мир между Арменией и Азербайджаном, но нормализация вполне возможна. И мне, что мне всегда представлялось, если кто-то и нуждается в нормализации хотя бы для экономического выживания, государственного выживания, стабилизации какой-то, это именно Армения. Поэтому мне как-то никогда не было понятно ни до этой войны, ни во время этой войны, ни после войны это упорство, хотя то есть эмоционально это все можно понять, а вот на уровне рациональном, на уровне политических шагов это как-то мне совершенно непонятная вещь, что я много раз говорил и армянским экспертам в эфире, то есть но это как правило переводится обратно в эмоциональный регистр. Благодарю вас. Я думаю, что все же реалии шаг за шагом будут утверждаться и от мира конечно же выиграет и Армения, но от этого выиграет и Азербайджан, и Грузия, и Турция, и Иран, то есть регион в целом выиграет. Я думаю, что шаг за шагом снижает уровень конфронтационности, напряженности в конечном итоге можно будет продвинуть ситуацию, если не до всеобщего оборотания и обнимашек, хотя бы по крайней мере к тому, чтобы в регионе утвердился мир. И я думаю, что это очень правильно. Испокойствие. Мира и спокойствие региону. С вами была программа Азия Большая Игра. Я и ведущий Давид Идельман. А у нас в гостях по Зуму, по связи был Расим Мусабеков, депутат Азербайджанского парламента Меджлиса. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова